Друзья, здравствуйте. Я Королева Ирина, тренер по суставной гимнастике. Рада вас приветствовать. И сегодня мы с вами разучим комплекс суставной гимнастики для ног. Будем работать со всеми суставами, начиная от стопы до тазобедренных суставов. Хочу напомнить, что гораздо важнее, чем техника. Гораздо важнее ваше внутреннее состояние. И для этого нужно улыбнуться. Это первое правило. Поправить осанку, макушечкой потянуться вверх. Это второе правило. А настроение, это третье правило, оно подтянется обязательно. Друзья, для работы с ногами вам нужно выбрать какую-то опору у себя дома. Это может быть стул, спинка стула, как у меня. Это может быть подоконник. Это может быть какой-то предмет мебели. Сориентируйтесь и подойдите к этому предмету. Следующий момент важный. Если вы держитесь одной рукой, то упражнение выполняем ногой противоположной. И наоборот. Вот так я буду менять положение. И наоборот. Это важно, друзья. Начинаем с голеностопа. Пожалуйста, проверьте свою осанку. Улыбнитесь. И подняв слегка колено. Мягкое колено. Смотрите, голень у вас висит. Свободно висит голень. Стопу направляем в пол. Стопу направив в пол, чуть-чуть потяните и расслабьте. Но обратно ее не возвращайте. Еще потяните. Расслабьте. И еще напрягли. Расслабили. Чередуем напряжение и расслабление. Просто внимание держим в голеностопном суставе. Хорошо. А теперь выпрямляем ногу. И теперь тянем носок на себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот поменяйте опору или подойдите к другому предмету мебели. Вновь. Мягкое колено. Голень висит свободно. Стопа в пол. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Выпрямляя ногу, носок тянем до себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вновь поменяли опору. Следующее упражнение. Выпрямлена нога, а стопу подкручиваем внутрь. Раз и расслабили. Два и расслабили. Три, четыре, пять, шесть. На стопу не смотрим. Стопа сама будет выполнять упражнение. Наружу стопа. Раз, два, три. Чередуем напряжение и расслабление. Напряжение и расслабление. Меняем опору. С другой ногой работаем. Прямое колено, стопа внутрь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Снаружи стопа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Проработав стопу во всех направлениях, завершаем круговыми движениями. Мягкое колено и по кругу идет стопа. Работа в голеностопном суставе. Очень плавно ведем. Два, три, четыре, пять, шесть. И в другую сторону. Раз, два. Делаем под мой счет. Не торопитесь, пожалуйста. Четыре, пять, шесть. Поменяйте ногу, руку, поменяйте. Другая стопа. Макушка тянется вверх по-прежнему. Круговые движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два. Друзья, все внимание в голеностопном суставе. Если кому-то хочется поторопиться, просто прибавьте амплитуду. Достаточно. Переходим дальше. А дальше у нас коленные суставы. И упражнение циркуль. Пожалуйста, поднимая перед собою ногу, бедро у нас неподвижно остается. И мы как будто циркулем, голенью рисуем на полу кружочек. Как будто кисточка у вас на пятке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И в другую сторону этой же ногой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поменяйте ногу, руку поменяйте. Другая нога. Голень свободно висит, бедро неподвижно. По кругу. Раз, два, с улыбкой на лице. Три, четыре, пять, шесть. Чудесно. И, друзья, переходим дальше. Выше у нас тазобедренные суставы. Первое упражнение. Держимся за опору очень. Выберите прям хорошую себе опору. Держимся. Подняв ногу перед собой, отводим бедро в сторону. Обратите внимание, нога, на которой мы стоим, и корпус в поворот не уходят. И вернули обратно. В сторону и обратно. Движения не должны быть какие-то чрезмерно амплитудные. Контролируйте, пожалуйста, по своим ощущениям. Так. Достаточно. Опускаем бедро. Всегда поднимаем и опускаем ногу перед собой. Другая нога. Поднимаем и отводим в сторону. Раз. И вернули. Два. Три. Четыре. На лице улыбка. Макушка тянется вверх. Шесть. Перед собой вернули. Опустите, пожалуйста, ногу. Следующее упражнение. Отведя бедро в сторону, теперь мы как будто бы коленом там, в стороне рисуем кружочек. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Привели вперед. Опустили. Поменяйте, пожалуйста, опору. И другой ногой также. Отведя в сторону кружочек, рисуем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вперед привели. Опустите, пожалуйста. Следующее упражнение называется очень задорно. Называется кан-кан. И поэтому обязательно улыбнитесь и проверьте свою осанку. Держимся за опору. Согнули ногу перед собой и делаем небольшой мах вверх перед собой. И не разгибая колено, делаем мах в сторону. Вверх и в сторону. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вперед вернули. опускаем. Опускаем. Друзья, несмотря на то, что я говорю мах, мах делаем очень бережно. Не нужно какие-то сильные рывки делать. Итак, перед собой. В сторону. Вперед. В сторону. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вперед. Опускаем. Друзья, и сейчас мы завершим работу с ногами еще одним упражнением. Но для этого упражнения опора уже не нужна. Это упражнение называется ходьба на прямой стопе. В чем его особенность? Ноги выпрямлены. Колени зафиксированы. Стопы зафиксированы. Носок и пятка отрываются от пола. Одновременно. Вот так вертикально вверх идет нога. Корпус, верхняя часть тела не раскачивается. Давайте даже стул можно немножко отодвинуть. Вот такая у нас походка. Отмечайте, пожалуйста, какая идет работа в суставах. Отмечайте, пожалуйста, какая работа идет в нижних отделах позвоночника. Очень сильное, очень эффективное упражнение. А теперь на пятках. Можно пройтись прогуляться в одну, в другую сторону, на пятках. Но колени также прямые. А теперь на носках. Корпус не раскачивается. Замечательно. Друзья, у кого удобная обувь, можно сделать это упражнение на внешней стороне стопы. И вот так тоже походим. Колени у нас также прямые. И нога также идет вертикально вверх. И на внутренней стороне. Продолжаем улыбаться. Макушка вверх тянется. А теперь поставьте стопы, пожалуйста, таким образом, чтобы носки были как можно ближе. Пятки как можно дальше друг от друга. И в таком положении продолжаем. Вот эту ходьбу на прямой стопе. Замечательно. И наоборот. Пятки вместе, носки врозь. И таким образом. Красота. Чудесно. И для завершения стопы ставим параллельно. И чуть-чуть, чуть-чуть. Ускоряемся, 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 ускоряемся. Ускоряемся. Замечательно. И небольшая тряска. Это для тренировки капилляров. Поочередно сгибая колени, мы растряхиваем мышцы, голени, бедер. Эта такая тряска снимает напряжение, включает в работу мелкие капилляры. И очень-очень полезно. Достаточно. Итак, друзья, мы с вами выполнили комплекс суставной гимнастики для ног. Начинали с маленьких суставов и дошли до тазобедренных суставов. Делали мы это все с улыбкой, с осанкой, с хорошим настроением. Я вам желаю хорошего дня. Держите это состояние внутреннее как можно дольше. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok